Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 7 марта, Православная Церковь совершает память новомученика Андрея Гневышева. Святой мученик Андрей родился 3 августа 1872 года в городе Бежицке в семье купца Ивана Гневышева, занимавшегося торговлей мучным товаром и для этой цели арендовавшего в городе лавку. Андрей Иванович наследовал занятия отца и занимался торговлей льняным семенем, льноволокном, став со временем крупным специалистом в этой области. Не оставляя своего торгового дела, он служил сортировщиком во французской фирме Эрнест Макке, имевшей его своим представителем в Бежицке. В Первую мировую войну Андрей Иванович был призван на фронт рядовым. После революции все его имущество, склады, лавки и дома было отобрано властями. Дом, в котором он жил с женой, сгорел во время пожара в 1921 году, и Андрей Иванович выстроил на этом же месте новый, но его впоследствии отобрали власти, и ему пришлось снимать квартиру. Андрей Иванович, впрочем, никогда не жалел о потере имущества. Бог дал, Бог и взял. К 1937 году у него осталась лишь лошадь с зимней и летней упряжью, что позволило ему работать возчиком в государственном учреждении. Глубоко верующий человек Андрей Иванович был старостой в Никольском храме в Бежицке, где в то время служил викарий Тверской епархии, епископ Бежицкий Григорий Козырев. С ним и с его братьями-священниками Андрей Иванович имел давние дружеские отношения. Настало время массовых беспощадных гонений, и местные органы НКВД стали составлять справки на всех церковнослужителей и верующих для последующего их ареста. 3 ноября 1937 года заместитель начальника Бежицкого отдела НКВД составил справку на арест Андрея Ивановича, где говорилось, что тот принадлежал к церковной контрреволюционной группировке из числа бывших торговцев и монахинь. В ночь со 2 на 3 ноября Андрей Иванович был арестован, заключен в Бежицкую тюрьму и сразу допрошен. Расскажите следствию, с кем вы из бывших торговцев и лиц духовного звания имеете знакомство и поддерживаете связи? В настоящее время я ни с кем из бывших торговцев или священнослужителей знакомства и связей не имею. В прошлом, примерно году в 1932-33, я один раз был приглашен на именинок епископу Григорию Козыреву. Иногда я бывал на квартире у епископа Григория по церковным вопросам. Расскажите, какие вами и присутствующими на именинах у Козырева велись разговоры? За время моего присутствия разговоров на политические темы или об отношениях церкви и государства не было. Следствие располагает данными, что вы, будучи на одном из собраний духовенства, говорили о нерентабельности колхозов и возмущались режимам советской власти. Признаете ли вы себя в этом виновным? Виновным себя в этом не признаю, подобных мыслей против колхозов или советской власти не высказывал. Известно ли вам, где находятся в настоящее время Григорий Козырев и его братья Иван и Василий? До моего ареста я слышал, что епископ Григорий Козырев и его братья Иван и Василий арестованы органами НКВД. За что для меня неизвестно. Следствием установлено, что вы, находясь на квартире Григория Козырева, во время его именин, а также и во второй раз во время его юбилея, в 1935 году вели разговор контрреволюционного характера, направленный против советской власти. Расскажите, какой разговор антисоветского характера вы ввели против советской власти? Это я отрицаю. Никакого контрреволюционного разговора, направленного против советской власти и партии, мы не вели. Следствием установлено, что вы в августе 1937 года в церкви среди населения выражали ярую злобу по адресу советской власти, проповедуя о невыносимой жизни в Советском Союзе и угрожали крестовым походам Папы Римского. В этом вы себя виновным признаете? Нет, это полностью отрицаю и заявляю, что этого я не говорил никогда. Следствие последний раз от вас требует правдивых показаний о вашей контрреволюционной деятельности. Заявляю, что я вообще рассказывать следствию о контрреволюционной деятельности не буду, так как я ее никогда не проводил. 27 декабря 1937 года тройка НКВД приговорила Андрея Ивановича к 10 годам заключения в исправительно-трудовой лагерь. После смены руководства НКВД и расстрела главы НКВД Ежова, жена Андрея Ивановича, Антонина Ивановна, стала хлопотать об освобождении мужа, но приговор был оставлен без изменений. Староста Никольской церкви Андрей Иванович Гневышев скончался 7 марта 1941 года в Каргополь-Лаге Архангельской области и был погребен в безвестной могиле. Дорогие братья и сестры, сегодня также празднуется обретение мощей мучеников Ижева Евгения и память святых, мучеников Маврикия и семидесяти воинов, Фатина, Феодора, Филиппа и иных, преподобных Фаласия, Лемния и Вородата, пустынников сирийских, преподобного Афанасия Павла Петрийского исповедника, священномученика Иосифа Смирнова и Владимира Ильинского пресвитеров, Иоанна Касторского дьякона и мученика Иоанна Перебаскина, священномучеников Михаила Горбунова, Иоанна Орлова, Виктора Маригеровского, Иоанна Парусникова, Сергия Белокурова, Андрея Ясенева, Павла Смирнова пресвитеров, преподобномучеников Сергия Букашкина и Антипы Кириллова и Ермонахов, преподобномученицы Параскевы Макаровой послушницы, мучеников Стефана Франтова и Николая Некрасова, мучениц Елисаветы Тимохиной, Ирины Смирновой и Варвары Лосевой, преподобномученика Филарета Пряхина, игумена. Всех, кто носит имена святых, прославляемых церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем тезаименитства. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето. Постимся постом приятным, благоугодным Богу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова